Добрый вечер. Это программа «Точка зрения». С вами я, ведущая Светлана Мелешко. День России отмечается как символ национального единения и общей ответственности за судьбу нашей страны. В чем заключается эта ответственность? «Точка зрения» Александра Скиперских, доктора политических наук, профессора Елецкого государственного университета имени Ивана Бунина. Здравствуйте, Александр Владимирович. Добрый вечер, Светлана. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что приехали, потому что из Ельца это все-таки действительно не так-то легко добраться. 12 июня мы уже отмечаем как праздник государственный. Сначала он был день независимости, теперь день России. Уже третий десяток лет и до сих пор к этому дню, в общем-то, неоднозначны отношения, когда говорят в этот день о патриотизме, о будущем страны, о ее прошлом, о взаимосвязи, преемственности во всех таких вещах, о которых, наверное, с политологом как раз и очень интересно поговорить. Но для начала, в общем-то, вы согласны с тем, что это единственный такой символ национального единения сегодня? Ну, я, наверное, скажу, что я с этим абсолютно не согласен, что день России, 12 июня, позиционируется как единственный символ, подчеркивающий, раскрывающий национальное единение. Безусловно, нет. Я думаю, что Россия, как государство молодое, уже сформировала свой иконостас, символический, персональный, да, в котором, наверное, вот этот день, этот праздник, который часто меняется, называется по-разному, да, несколько раз его переименовывали, смотрится довольно-таки бледно. Наверное, подтверждением тому является общественное восприятие Дня России как праздника важного, как праздника ценного и какого-то судьбоносного, ну, равного, наверное, Дневзятия Бастилии во Франции, да, или каким-то национальным праздником иным, да. Ну, в частности, вот последние опросы, но они идут ежегодно. Левада-центра, центр, который испытывает наезды правящей элиты в последнее время, в отличие от таких карманных иных центров, ориентированных на власть. Вот по данным Левада-центр, количество россиян, которые, ну, положительно оценивают достижения российской государственности, сокращается с каждым годом и растет сегмент тех, которые затрудняются так или иначе констатировать, есть ли вообще достижения, по большому счету. Это говорит о многом. А как вы думаете, люди, которые вот затрудняются найти достижения своей страны, или их назвать, или сформулировать, они не патриоты? Это понятие касается только тех, кто гордится своей страной? Ну, наверное, здесь следует поосторожнее играть с данным концептом, да, патриот, патриотизм. И осторожнее, наверное, следует его эксплуатировать в дискурсивных практиках. Все дело в том, что, конечно, если брать этимологию, патриотизм означает, наверное, некий нравственный принцип, предполагающий любовь к родине, любовь к своей отчизне, от греческого патрис, отчизна, родина. И эта любовь, заметьте, должна превалировать над неким эгоистическим началом. И, в общем-то, сложно, наверное, тех, которые поддерживают данный праздник, уличить в том, что для них родина, чувство вот этой земли, да, чувство вот этого грунта, этого чернозема важнее, чем, ну, какие-то собственные достижения. Дело все в том, что власть, по большому счету правящая элита, она практически в одиночку является интерпретатором данного концепта патриота-патриотизма. В одиночку, по сути дела. Но в то же время ее поступки, ее практики нас разубеждают, нас, наоборот, как-то заставляют сомневаться. Вот посмотрите, например, ну а что, можно ли патриотом назвать там единоросса Пехтина, да, у которого в Майами там обнаружили дом случайно, можно ли назвать патриотом Александра Бастрыкина из Следственного комитета, у которого нашли там в Чехии тоже недвижимости, которых там имеет вид на жительство в Чехии, но в то же время здесь является очень важным таким чиновником-силовиком. И, по сути дела, те люди, которые вместе с ними, они формулируют смыслы. Они эти смыслы нам навязывают, они эти смыслы продавливают в общество, в российское, да, и они практически в одиночку, эти люди формулируют данный концепт для нас. Это довольно-таки сомнительно с их стороны. Ну а понятие патриотизма, оно применимо ведь не только к тем, кто находится вверху, в элите, но и к обычным людям. Как вы думаете, Александр Владимирович, вот я спрашивала вопрос-то, назвать достижение там, которым можно гордиться. Обычный человек за 22 с лишним года существования России, он уже может себе найти какие-нибудь смыслы для гордости, для патриотизма? Ну, это довольно-таки субъективно. Сто процентов субъективно. Разумеется, чуть больше смыслов, наверное, находит правящая элита, потому что она отвечает за политический курс страны, да, и как бы эти смыслы, наверное, чувствуют те избиратели, которые голосовали за сегодняшнюю власть на всех ее уровнях, да, они как бы должны чувствовать, но это как бы в чистых категориях. Наверное, в меньшей степени, либо какие-то другие смыслы улавливает какая-то другая часть населения, да. Ну, вообще, вот лично для меня, например, патриотизм – это некое вообще возвращение, это некое возвращение на землю, да, это некая Одиссея, да, помните героя древнегреческого мифа Одиссея, да, который после своих путешествий вдруг возвращался домой, да, где его ждала Пенелопа. Это возвращение на землю, да, это некий сизифов труд возвращения, это очень сложный процесс, да, когда твой зрачок привыкает к какому-то пейзажу, да, к какому-то ландшафту. Вот мы, например, в Липецкой области привыкаем к своему ландшафту. Люди где-нибудь в ТВ или в АДЕ, они привыкают к своему ландшафту, да, или в Мексике, да, и они тоже хотят возвращаться к нему, да, они тоже к нему тяготеют определенным образом. Для кого-то ландшафтом является этнопейзаж уникальный. Вот в Ельце, например, там церкви, храмы, да, их видно издалека, да, ты вкатываешься в них, наезжаешь. Вот это тоже патриотизм, возвращение в свое место. Но, как бы, даже этот патриотизм, да, этот, как бы, смысл, он начинает выбиваться в последнее время, его власть выдергивает, да, из-под ног у нас, потому как, обратите внимание сейчас, нельзя заходить в леса, да, нельзя там разжигать костры, нельзя вообще скоро будет входить, да. Ты приезжаешь на пруд или на какое-то озеро, тебе говорят, частная собственность, нельзя, как бы, да. Вот, скажем, этот слайд, да, эта картинка, патриотическое озеро Березки, там, пруд Березки, она как-то начинает издерживаться, да, потому что власть слишком заигралась с этим концептом, но и в то же время реальные практики политические, они не корреспондируют, они не симметричны, вот, тем, как бы, действиям, тем решениям, которые в настоящий момент мы имеем. А вы уже следите за тем, что делает власть, потому что власть – это тема ваших исследований, но до сих пор, наверное, уже после 22 лет реформ, ну, так официально, можно с 85-го года считать еще больше, наверное, и власти, и люди обычные все меньше понимают, куда мы вообще вот идем, и может быть поэтому и цели расходятся теперь. Безусловно, я думаю, что у общества в целом есть ощущение некоего тупика, есть ощущение непонимания процедурного как такового. Если, например, власть, правящая элита, ну, пытается как-то еще, ну, наверное, ну, максимально, ну, обеспечить это понимание, да, ну, что-то понимается, ну, не до конца все равно, но ощущение тупика есть. Этот тупик, наверное, в большей степени и прежде всего связан с очень низкой степенью экономической свободы, которая присуща сегодняшнему россиянину, среднестатистическому, да, липчанину, ельчанину, ну, и вообще в целом россиянину, да, это небогатый человек, которым управляют, которого вертят, крутят, это преимущественно бюджетник, да, которого хватают за волосы, да, или за воротник и выкидывают на какое-нибудь там развлекательное мероприятие в качестве аниматора, да, и он там ходит, имитирует там туристическую толпу, да, вот, скажем, прежде всего это вырастает из низкой степени экономической свободы. Вот, например, если взять наш город, то самым открываемым, наверное, предприятием и самой открываемой точкой, вот, ну, на мой взгляд, как, на взгляд культуролога, прежде всего, да, являются пивные магазины, да, являются какие-то сомнительные конторы, типа, там, деньги до зарплаты, там, 20 тысяч, там, за час, там, 10 тысяч без паспорта, 5 тысяч, там, без поручителя, очень много. Я недавно прогулялся по центру города и буквально в одном квартале насчитал 4 такие конторы. Вот вам туристический город, да, вот в каком символическом поле будет находиться турист, который приезжает в Елец, да, он видит вот эти конторы сплошные, да, которые могут судить деньги. Это же говорит о нищете населения в целом, да, и в Липецке тоже очень много, я проехал сейчас, огромное количество этих контор, значит, население нуждается в деньгах, нет налички. Это, как бы, очень симптоматично. Но, и получается, что все равно, я вопрос задала про власть, она видит ли свою цель, вот, куда там, у нас была стратегия 2020, сейчас они как-то, да, вообще не говорят? Меняются, меняются очень часто эти стратегии, да, это говорит о том, что, наверное, элите тоже присущи акценты и сомнения, ну, какого-то краткосрочного характера. Наверное, сложно уже рассчитывать на то, что будет там через 10 лет, да, тут выжить бы этот год, да, следующий, как бы, не знаю, мне кажется, это очень сомнительно. То есть, у нас пока вот нет такого, что могут не то, что увидеть цель, но еще и рассказать о ней людям, всем остальным, чтобы было желание куда-то идти. Да, да, это дело, опять-таки, в популярности власти, кто будет выступать в качестве интерпретатора, кто будет объяснять, куда идти. Ваш мэр, насколько он популярен, чтобы он взял знамя, да, и за ним пошли, да, или встал там на брусфер на какой-нибудь, как и наш мэр, как и президент России, рейтинг которого падает потихонечку, да. Ну, я думаю, что власть потихонечку теряет свой авторитет в России, потому как прежде всего она не обеспечивает благополучия россиян. А, как сказал один из французских политтехнологов, очень известных, делавший кампании к Восневскому в Польше, Антолу в Венгрии, Желюжелеву в Болгарии, был такой президент одно время, Жак Сиела, политтехнолог, он говорит, что у избирателя вот слева находится сердце, а справа кошелек. Понимаете, сердце-то сердце, оно дает ход, оно дает ритмику, работу, да, это наш мотор, да, это наш самый важный такой аккумулятор, да, но есть и кошелек. Разум, да. Да, конечно. Ну, все-таки других-то лидеров там и не видно рядом, потому что и народ говорит по своим опросам, и по другим народным мудростям, что от добра добра не ищут. Лучше-то трудно отыскать, по крайней мере, из того, что есть сегодня, да? Поэтому, наверное, устраивает сегодня такое положение всех. Ну, всех, вообще, я очень аккуратно это местоимение эксплуатирую. Многих, наверное, скорее всего. Ну, да, наверное, так. Нужно с россиян тоже спрашивать за те результаты, которые мы имеем. А, с каждого. И с каждого, с нас, с вас, с меня, с кого угодно. Вы, наверное, тоже, раз вы на Левада-центр ссылались, видели, что недавно был опубликован очередной опрос о том, что за последние четыре года выросло количество граждан, которые хотят уехать из страны. Например, пятая часть, 20%, это опрашивали всю страну, ну, по выборке. Эта цифра-то, в общем-то, получается, что люди разочаровываются именно в жизни здесь. Хотя там ссылка, что только 1% готов вообще уехать. Что он готов предпринять усилия для этого. Ну, возможно. Например, я в этот процент верю. Он такой, в общем-то, реальный, он не притянутый за уши. Ну, 20%, каждый пятый россиянин, готов был бы выехать за рубеж. Я верю в эту цифру. Ну, понятно, что в настоящий момент, ну, я опять-таки буду повторяться, неоднократно говорил уже об этом, среднестатистический россиянин находится в эпицентре огромного количества вызовов. преступность, экономическая несвобода, национализм, да, там, какие-то еще вещи, какая-то такая аномия, апатия, законы не работают, да. Понятно, что, как бы, Европа или какие-то там другие части света кажутся, ну, таким, ну, более выгодным пространством, в котором можно защитить свои стратегии жизненные. Но, опять-таки, допустим, после болотных событий количество это снижалось, потому как вот эти рассерженные горожане, этот креативный класс, который в первую очередь видит себя за рубежом, он почувствовал вдруг свою силу в течение определенного времени, в течение определенного количества месяцев, да, он почувствовал себя именно горожанином, гражданином, да, он вдруг где-то поймал вот эту струну гражданской совести, да, которая заставляла его выходить, и он понял, что он что-то тоже значит, если он выходит. Но потом тупик определенный снова, да, как очень часто в России, разочарование, да, и, как бы, вот этот процент, он начал опять набухать, и действительно, вот, как вы сказали, каждый пятый готов выехать сейчас за рубеж. Ну, люди-то представляют себе вообще, что их там может ждать? Вот вы работаете с студентами, общаетесь? Они, наверное, там еще больше уже, процент, который мечтает куда-нибудь уехать. Ну, знаете, Светлана, между прочим, я, работая со студентами, всякий раз открываю для себя какие-то совершенно непостижимые вещи. Вот я, скажем, недавно разговаривал там со студентами одного из факультетов, курсов, и для себя открыл такую довольно-таки странную вещь, что, к примеру, там в Москве не все были, в Москве не все были даже, да, и, как бы, что говорить о загранице, и, наверное, все-таки, как бы, ощущение заграницы, вот этого порога, да, вот этой черты, да, оно, кстати, подчеркивает некую маргинальность студента, да, некую лиминальность стяготения к пограничью определенного сваливания, да, вот куда-то там вот за ограду, за парапет, за этот. Заграница мифологизирована очень сильно, кажется, что там прекрасно, кажется, что там хорошо, но там тоже очень много проблем, там тоже безработица, там тоже невысокая зарплата, ведь такие, скажем, сращения фразеологические, как польский сантехник, да, Да, или литовский тоже. Да, эстонский там, они существуют не просто так. То есть, в общем-то, ехать-то некуда, нужно тут как-то начинать работать, а вот вы говорите, вот у нас тупик, но ведь кто-то должен же как-то встряхнуть или что-то, может встряхнуть и так, чтобы было, ну, или развернуться, или просто пойти дальше. Вот что может быть такой встряска? Ну, не маленькая же война там, победоносная, как это в пиар-технологиях. Наверное, все-таки какой-то вызов очень мощный, очень сильный, который ударит практически по всем, по каждой семье или там по каждой второй семье, и тем самым будет сформирована, будет нащупана какая-то новая идентичность. Пока идентичности это и нет. Вот, ну, а какая идентичность? День России, вы посмотрите, как он воспринимается, да, вы посмотрите, как порой, да, относится там к гимну России, да, вот я, по-моему, где-то видел ролик недавно на каком-то мероприятии, по-моему, это были спортивные соревнования, спортсмены не вставали под государственный гимн Российской Федерации, да, они его игнорировали, по большому счету. Это же говорит о многом, однозначно говорит о многом. Поэтому, как бы, ну, говорить о том, что в ближайшее время, в самое ближайшее время будет прочувствована вот эта идентичность, в которую сыграют все, будет найдена вот эта суперидея, мне кажется, проблематично. Пока нет. Нет нарратива сейчас. Нарратив существовал в России, да, нарративом было достоинство, долг, да, карточный долг, да, он отдавался. Нарративом существовала честь, да, была честь человека, да, люди стрелялись из-за чести, да, там, вызывали друга на дуэль, да, достоинство определенное, да, там, какие-то принципы дворянские, высокие, благородные, да. Сейчас нет нарратива. Те, которые предлагают нарратив, они не авторитетны. Кто мне будет, Пехтин, предлагать нарратив, или там, какие-то там прочие, там, деятели, ну, для меня они не являются авторитетами, и для меня они не могут формулировать смысл. А кто может формулировать смысл? Ученые сейчас, да, они как-то, в общем-то... Ну, я сейчас скажу, вы испугаетесь, да, вы как бы, ну, не то чтобы испугаетесь, вы как бы удивитесь, да, смысл формулирует смерть вообще. Самый серьезный нарратив, который пока не подвергается каким-то там качаниям, да, это самый авторитетный нарратив, да, который должен нас постоянно каким-то образом, ну, приводить в порядок, встряхивать, держать в определенном коридоре, да, Бог, Бог как нечто собирательное, да, вот это нарратив, да. Ну, у нас есть попытки, если вы обратили внимание, подложить под патриотический такой вот тренд, да, православную идею, да, но опять-таки это не работает в России, потому что у нас огромное количество россиян исповедуют другие религии, с ними тоже нужно считаться, да. Так что, как бы, тут по-прежнему идет работа, качание, мозговые группы штурмуют эту проблему, наверняка, я уверен, но пока ничего не получается. И, наверное, именно поэтому вот можно вспомнить, и вы сами сказали, гимн у нас вернулся, у нас возвращаются многие понятия, вот школьная форма, ну, пусть она там будет другая какая-то, готов к труду и обороне, ну, то есть в каких-то новых... Да, герой социалистического труда, ну, герой труда будет. Это потому что что-то новое трудно вообще придумать, или потому что наши лидеры и вообще все, ну, только это и помнят? Во-первых, у власти, как я уже отмечал, очень низкая легитимность, очень низкая легитимность. И легитимность поддерживается за счет, ну, таких экскурсов, за счет реверансов в прошлое, да. Ну, и тема ностальгии, вы верно отметили, это вот, пожалуй, как бы вот вторая, как бы вот важная деталь, на которую следует обратить внимание. Огромное количество россиян ностальгируют по советскому прошлому, да, считая его таким, ну, достаточно цельным, считая его радостным, таким здоровым, каким-то сочным, да. И, может быть, во многом именно поэтому не удаются пока попытки вынести тело Ленина из мавзолея или убрать там памятники где-то, да. До сих пор это же, наверное, фигура такая сильная, мощная, которая центрирует советский иконостас, да. А как можно, например, убрать Ленина и оставить там школьную форму или октябрятские значки, да, или пионерские организации. Ну, вот опять-таки присутствие вот этих каких-то совершенно разных мозаичных решений, да, которые друг от друга отталкиваются, да, в броуновском движении, в таком, да, в хаотичном, ну, не добавляет очков власти. Это говорит о том, что нет, как бы, идеи, нет стержня, да, с которым вот двигается страна, работает, развивается. А если за идеями обратиться, может быть, еще дальше вглубь веков, ну, по крайней мере, к началу 20-го века, там, когда было дореволюционное, там, самодержавие или какие-нибудь там монархии, что-нибудь для нас это вообще нарушение? Ну, я не монархист, я очень критически отношусь к данной линии, да, к вообще, к данной идее. Я думаю, что данная идея имеет право существовать, безусловно, люди могут ее поддерживать, люди могут в нее верить, но исключительно в формате, ну, какого-то партийного строительства, да, ради бога, пусть какая-то партия забирает этот смысл, да, и начинает выстраивать собственную политическую конструкцию вокруг этого. Я думаю, что мы наверняка увидим и монархические партии, монархического толка будут возникать в России скоро. Ну, мы вернемся к патриотизму, как к нашей главной теме. Вот за все существование нашей Советского Союза, ну, с 17-го года возьмем, вот, страны СССР, Российской Федерации, вот какие-то годы, может быть, на ваш взгляд, были, когда была наиболее, ну, и, наверное, Великая Отечественная война, да, наибольший подъем патриотизма, там, ну, просто, как раз, вы говорите, смерть. Ну, в кризисе. В кризисе. В кризисе, да. А другие времена? Только под страхом люди там что-то делали, строили, воспитывали, сажали. Ну, знаете, вопрос спорный, Светлана. Дело все в том, что, например, в науке, в науке, очень сложно в результате репрессии, которая акцентируется, которая артикулируется на теле индивиду и ученого, очень сложно создать какой-то внятный, креативный текст, продукт, да, если человека репрессировать, ну, он вряд ли будет что-то создавать там высокое, великое, да. Вы можете меня переиграть, сказать, а как же там шарашки, там, люди там работали где-то там в подвалах, в бункерах. Ну, было и это, возможно. Но все равно, как бы, таких шарашек же не было в Европе, не было в Голландии, там, в 16 веке, да, куда бежали художники, скульпторы, философы, да, где возникали университеты, а у нас в 16 веке какие университеты, по большому счету, это же несерьезно было. Вот, ну, я думаю, что действительно таким, ну, звездным часом патриотизма пиковым, да, таким топовым является какой-то глобальный вызов, война, смерть, эпидемия какая-то, да. Вот тогда чувство локтя, чувство какого-то братства, чувство Родины, чувство земли, да, ну, актуализируется, умножается, удваивается, как угодно. Ну, получается, вот я вспомнила, потому что в прошлую беседу с вами вы мне как раз приводили там один из примеров, роман «Чума». Да, любимый роман «Чума». Да, любимый роман «Чума». Что, в общем-то, ну, нам же не надо ждать чуму, все-таки. У нас тоже есть, то есть нам нужен лидер, который поставит задачу, и все туда, в общем-то, за ним пойдут. Ну, нам нужен не пастырь, нам нужен демократический избранный лидер при честных процедурах, прозрачных процедурах, которого изберут люди, которого не будут избирать в муниципальных районах Лебедской области, да, там где-то в темных комнатах, там, странно приписывая, переписывая, да. Нам не такой нужен лидер. Нам нужен лидер, которого изберут реально честно в процессе конкуренции, да. По большому счету избрать могут каждого и должны избрать каждого. И так должен вопрос ставиться. Вот не случайно, вот помните, когда Жириновский говорил об обезьяне, из которой можно сделать президента, об обезьяне, по большому счету, да. Ну, где-то это имеет подспудно, где-то так вот глубоко это имеет здравый смысл. То есть любой может быть избранный, который проходит по неким цензам. Ну, вернемся к празднику, который у нас будет завтра, 12 июня, День России. Остается у нас две минуты, наверное. Хотелось бы вот у вас спросить, когда, вот при каких условиях этот день станет, ну, по-настоящему праздничным, когда поколение вырастет при нем, или нужны еще какие-то условия, новое поколение? Я думаю, он станет праздничным лишь в том случае, если у людей власть не будет отбирать праздник вообще, не будет отбирать праздничное настроение, не будет отбирать родину, прежде всего, да, мы говорим о патриотизме. Власть, если не будет отбирать родину, не будет отбирать леса, поля, реки, заниматься приватизациями, да, дополнительными пересмотрами, там, итогов каких-то, да. Если люди будут жить в неком таком праздничном состоянии, карнавальном, да, как у Бахтина Михаила, карнавальном, таком венецианском радостном состоянии, тогда, наверное, вот они будут ждать этого карнавала, там, весь год, для того, чтобы его отметить, для того, чтобы сплясать, выйти на улицу, да, целоваться, да, там, быть пьяными, да, демонстрировать свое творчество, лучшее на что они способны, тогда да, но такого мы не увидим. Вряд ли мы завтра с вами увидим вот такие вот радостные реально лица, да. Я думаю, 13-го числа утром придется долго убирать дворником бутылки пластмассовые, пластиковые стаканчики и так далее. Вот, как бы, этот праздник имеет и такие эффекты, и такую сторону, да. Почему обязательно мы должны смотреть на хорошее, да? Вот я, например, сторонник, увидите иногда и изнанку, да, не обязательно смотреть на блестящий фасад, да, нужно зайти в подворотню, да, и посмотреть, как там живут люди, да, какие там стены, да, как там насыпается штукатурка. Вот давайте на этот праздник посмотрим из подворотни, давайте забежим куда-то в темный угол, в проход, и посмотрим, как выглядит День России изнутри. Спасибо, Александр Владимирович, за то, что, в общем-то, достаточно интересно посмотрели на этот праздник с другой стороны. Это была точка зрения Александра Скиперских, доктора политических наук, профессора Елецкого государственного университета имени Ивана Бунина. Всего вам доброго, до свидания. Продолжение следует...